всех приветствую разбирая о сегодня станут старенький называется т.в. 16 когда его покупал на задние бабки тут не было думаешь все что делать сюда и этот вот вин был поперечной подачи согнут как не крутил он короче подклинивал суппорт неравномерно подача была сейчас вот немного выровняю я положил так и видно когда кручу этот конец то упирался сюда так в эту поверхность что снизу теперь он ходит ровно но есть немного все равно отклонение видно под винтом его надо еще подровнять внизу хочет все подровняю и решил я снять эту вот поперечную подашу верхнюю часть я снял раз содержатель для с маленькой этой подачи с продольной а это уже снял я можно сказать саму каретку что ходить поперечный выбил клин такие он был немного ржавы на концах уже почистил ножом труда тут особо ганима вот выкрутил винта отсюда сзади что не выкручивал просто отсюда отверткой взял воткнул и молоточком маленьким выбил на эту сторону пошел сюда к оператору и где крутить ручки все же я руками просто вытащил пытался смазать через эти масленки изначально шпыцом обычно медицинским не получилось решил я разобрать поглядя что там внутри почистить то что ставок старый такая уже масляная пленка старая закарали уши видно все таки все размышленки попало масло немного через эту то не шло через эту немного ударил и видно вот масло но все равно без толку не скользила тут внутри мусора видно куча цена а вот сейчас по сути что по сути тут эти вот конуса что выходит трехугольник ези почищу все и назад соберу что тут внутри у нас гайка расшатаны надо будет поджать если винт конечно позволит видно кто-то ослабил то что когда покупал тут и ослаблены был они разбираются собой станках то не обратил внимание потом уже обратил внимание когда дома был так почистить надо все этого по наросшую мазуту старый видно ножом счищается пленка такая пластилин а посещаю чего-то делать смажу маслом и для солидолом тут и до солидол старый этот шоу черный солидол я все постираю до помажу маслом с телевским лучше масло его жидкое и не будет так это тормозить все дело короче будет работать сейчас чистить мазать потихоньку ставлю камеру наш не знает на и снимая качество конечно не очень раньше снимал на фотоаппарат на его у это воски то утопил дату поставить опять вот проблема я кому помогать съемки мне так бы кто-то со стороны это поставим хорошего 2 банки с краски таки тут камеры не о чем-то пицца будут чистить солидол старый все это делаю я делала без перчаток руки черные солидоли старый в этом уже и не отмываются особо буду я перед тем как быть беру аллей подсолнечное масло натираешь и тогда можно то хорошо отмывается на сухую натираешь подсолнечным маслом а потом уже мылом отмывать надо конечно тут короче и куча целая старая побачу если после чистки будет нормально ходить то будет надо саму каретку снять до почистить видно сколько там раз и разный это еще верхней части а у них есть что более его вычисли все это дело соберу по новой видно сколько отваливается грозюки я сейчас сюда ерда гайку сниму отвертышка да она идет закручена и не башу это видно ослабили специально что проходила легко то что винт кривые скрываем винтов так не ходит толком ослабили видать этот станок уже у меня наверно году 8 стоит я вот так вытащил пару завесов на ворота еще что мало пользуюсь может это чем больше что делали задние бабки него обязательно бабки хреново а купить баушную так стоить 100 долларов так я за этот стадок 300 до своего времени при том что патрон был негодный уже старый тогда цены такие были сейчас конечно за 300 долларов до патроны а брал меня убрал брал их отдам сейчас 120 420 долларов сейчас за 320 можно школьника купить 7 или 4 420 хай шуток долларов так что не знаю поспешил я тогда денег не было купить и был подешевле самую нашу да еще сожалею конечно что его взял была возможность за 300 долларов взять школьника ты в 4 большого что объявление не успели выкинуть его забрали подняха нельзя открутить надо отвертку где-то отвертку делал машины взял отвертку такую с насадками переворачивающими это тонкая а тут в ручке толстая такая же тоже переворачивается конечно в виндах прорази херовые заклеи это не выкручивается толку я возьму все это дело буду до магниты клеить чтобы не потерялись не открутил что велосипалка уже думал откручены рыба глубокая конечно камера не лучше не то вообще что у нас какой-то на стороной было а тут видно три отверстия тут два дня сюда бронза видно грозиной этой базу ты ставить все это дело выше что видно кусками такими где то что пластилинга совсем твердая грязь короче да еще надо все это дело вычищать вычищать протирать до маслом хорошим смазать и еще мне это маска себе может смазка весь процесс не буду снимать ну а словам покажу тот такая вот верхняя часть каретки это видно верхняя часть каретки здесь гайка стояла это маточная на поперечную подачу бронзовая конечно с помощью винт выровнять ровненько ровненько было вообще хорошо наверное поклепая его молотком порывая малость резиновым киянкой резиновой или ручкой деревянной просто молотка на еще постараюсь выровнять так немного подровнял совсем ходить наверно на полсантиметра туда-сюда но тут все пальцы вымазал что у нас тут состоит этот станок получается гайка на этой вот каретки стоит это вот отверстие такое с этим это что выдают вытягивать сверху болты хитрые такие на эти болты крепится верхняя каретка такая вот она стояла сюда на болтах этих они прислабляются туда-сюда поворачиваться так что тошешь это я снял тут все хорошо немного тогай тоже есть все тут восьмерка видно не ровно ходит не принципиально вот поперечная подача конечно точная надо получаться что положу получается что и того и разбираю чтобы сделать более-менее получилось это еще у нас тут на сайте через куфар божать обаушную куплю бабку заднюю ладно потратимся да там 200 рублей наших 200 с лишним лучше будя бабка задняя будет можно хотя завесы тащи для себя то рабюна давай гараже ворота да калитку все так покупал завесы там таки металл не очень продаюсь лучше самому тащить был вытащил сам эту вот часть что внутрь заходит завес а дырку просверлить чтоб по центру прута сверлом просверлил чуть-чуть было смещение ну калитка открывается неплохо зеркало это бликует вот сервина то бликуя свет отражает в камеру на будем дальше чистить верхнюю часть я уже снял полностью сяду в час и от 6 от масла масленки почистить забитые видного полностью это вот и вот масленка 2 а то думаю что через них нихера не проходит это а тут у нас полностью забитая солидолом этого видна смазку загоняли старый таки серый короче будем ложить сильную смазку сюда автомобильную хорошую не через масленки а сразу намажу запахнув все это дело заклинув но и лучше будет чем было конечно хуже не станет старый солидол уже свое сто раз выработал наоборот не смазывая до тормозит все дела видно зараблю более-менее чтобы было а там надо было бы заднюю бабку продумать или сделать взять с рельса и кого до отсюда зажать гайку сделать с прижимом типа подачи и силой немного уже бачу 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 вот этот отверстие и по центру засверлить и сделать бабку хоть и кури чтобы хоть сверло вставить можно было и задний прожим был то что без прожима обычно вот а шуток на таком же расстоянии в 10 сантиметров 15 плохо патрон этого менял слышно люфты есть подшипниках тут двухрадные стоят конечно обычные шариковые поставить конечки чтоб зажимались регулировались то что эти двухрадники толком не поджимаются брал завесы тащить гаража да щеку ерунду вот сколько мусора тут это тело об шкарму хорошо ли таких вроде не сильно липучилась мудов пылесосом по пылесосу старый пылесос у меня советский песок играть пылесосить видно сколько тут мусора хорошая все это дело вычищу я здесь почищу все протру ацетоном возьму или сольвентом есть это сольвентом да почти сюда соберу просто сашку не получится снимать наверное не буду до конца такое вот устройство у нас разбирать особо тут труда него еще раз покажу ах она разбирается так становится о зашла клины это в отверстие сюда вот о забивается далеки каким-то боком вот так где-то был у да так вот вот клин забивш сюда клин здесь фиксируется болтом специальным таких и все и уже не не шатается никуда ни туда ни сюда почищу все это дело сейчас хорошенько и соберу еще посмотрим получится что нет в описании снизу напишу вышла мне это сделать сделать чтобы хорошо ходила или все-таки так и останется то что отключил когда работал поджимаешь поджимаешь она так сама каретка неравномерно подается внимание на него потом хлоп проскакивая руками подавалась короче так вот по чуть-чуть уже винт подровнял так пробовал из зажатыми вот тут вот болтами гайки подавалась уже равномерно а еще смажу почищу все еще винт подровняю думаю что лучше да будем делать потихоньку поставлю на низ мотор что других стоит наверно два с лишним киловатта купил я в китайцев шестотника до полтора киловатта то или постой полтора два и два киловатта шестотник а двигатель не знаю сколько там на шильдике старый двигатель тут не видно видя шильдик а то она не а не с той стороны с внутренней среди да и надо выводить внутренние обмотки чтобы на шестотник кинуть там где на коня на канале видео есть я делал поменьше моторная киловатта полтора так я его сюда при машу и частотник поставлю чтобы обороты менять то что ремнем менять это не очень так то и удобно процессе буду снимать что делаю хочет реставрировать зимой буду хорошо что-нибудь крутить холодно конечно тут досок гараж будет будут делать что-то нос наложено ладно освобождая руки щас и буду все это дело вычищать опять вытащить надо троги с обратной стороны оп клин пошел расклееню все это сделать особо тут нема трудности разобраться этого получается это открутил болт с той стороны клин выбиви можно снимать даже с верхней кареткой это что тут держит поперечный в продольной подачи что можно снимать вместе но неудобно чистить будет так и разобрал на запчасти можно чистить где удобно так ладно буду заканчивать такие вот мой т.в. 16 вот со временем удастся подключить 380 то куплю побольше если желание будет а покуда я так нормально ладно всем удачи до свидания